О несметных сокровищах, зарытых в земле и затопленных в воде, ходит огромное количество легенд из Казани. Охотники за драгоценностями давно пытаются найти золото Степана Разина, Емельяна Пугачева, адмирала Колчака. В этой веренице правдивых и неправдивых историй клад Наполеона занимает особое место. Достоверно известно, что Наполеон вывез из разграбленной Москвы огромное количество золота и серебра. Есть даже точный маршрут бегства французской армии из России и предполагаемые места, где эти сокровища могли быть спрятаны. 16 октября 1812 года из Москвы выехал огромный обоз, состоявший из 350 повозок. Французы везли с собой все ценное, что уцелело после страшного пожара. Золото, серебро, картины, дорогую одежду. Одним словом, то, что можно было сохранить в пути, а затем выгодно продать. Вот только благополучно вывезти свою добычу у захватчиков не получилось. Их регулярно атаковали как войска, так и партизанские отряды. Кроме того, катастрофически не хватало корма для лошадей. В деревнях французы даже разбирали соломенные крыши. Но истощенные лошади вскоре начали умирать от голода. Часть награбленного приходилось прятать. Росло недовольство и среди солдат, которые принялись тайно расхищать ценности из обоза. С тех пор пошли упорные слухи о том, что по пути отступления армии Наполеона зарыто огромное количество золота и серебра. В земле мог сохраниться за эти годы только металл. Картины и одежда, даже если и были спрятаны, давно пришли в негодность. Поиски сокровищ начались почти сразу после окончания войны. Особенно много охотников за удачей появилось в районе Семлевского озера, которое находится в современной Смоленской области. Причем среди них были и бывшие солдаты, и офицеры армии Наполеона. Ведь по воспоминаниям генерала де Сигюра, именно в это озеро по приказу Наполеона были брошены старинные пушки, вывезенные из Кремля. Драгоценности и крест, снятый с колокольни Ивана Великого. Уже в 1813 году один из местных помещиков предъявил в суд около 40 пушечных лафетов, которые были найдены в пределах его имения. Значит, слухи о затопленных здесь сокровищах были небеспочвенными. В начале 20 века здесь вели поиски члены Вяземского комитета по увековечиванию памяти Отечественной войны. Правда, без особого успеха. В наше время на помощь поисковикам пришли современные приборы. С их помощью было установлено, что на дне Семлевского озера действительно находится огромное количество металла. А количество серебра в воде превышает норму в десятки раз. Правда, нет доказательств, что этот металл и является теми самыми сокровищами. Погружения аквалангистов также не увенчались успехом. Дно озера покрыто многометровым слоем ила, а значит, таинственные сокровища Наполеона еще ждут своих исследователей.